Отлично, добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители. Сегодня у нас в продолжении очередная наша серия техно-стрима, посвященного разработке видеоигр. И сегодня мы говорим, наверное, на самую просто трендовую вообще тему, которую только можно представить в современной игровой индустрии, на тему виртуальной реальности. Итак, сегодня у нас в гостях люди, которые имеют к виртуальной реальности самое непосредственное отношение. Это ведущий программист виртуальной реальности компании Maduro Games Максим Бестун. Ксим, да, очень приятно. Всем привет. И ведущий, у нас сегодня одни ведущие, я тоже ведущий, но ведущий стрима. И ведущий дизайнер тоже виртуальной реальности Дмитрий Трубицин. Привет. Так, ну что ж, Максим, Дим, вы, так понимаю, сейчас заняты на единственном пока проекте, который у нас есть в виртуальной реальности в компании, это AR Invaders. VR. VR. VR Invaders, да. AR мы еще дойдем. Дойдем. Дойдем непременно. Вот, смотрите, сейчас мы за игру, и за виртуальную реальность, и за индустрию. Но для начала давайте вот за вас поговорим. Собственно, стандартный вопрос, который задают всем людям, которые сюда приходят. У всех совершенно разная история, но в целом чем-то похожее. Вообще, как в игры вас занесло? Максим, я не знаю, давайте с тебя, например, начнем. Как ты тут очутился? В игры занесло. Это долгая история. Причем я бы рассматривал, наверное, даже с точки зрения и VR в целом, как занесло. Потому что параллельно эти области в моей жизни развивались. Приблизительно, наверное, где-то около 10 лет назад, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, я занимался виртуальной реальностью в университете. На факультете вычислительной математики, кибернетики, МГУ. На подружественной факультет психологии у них поставили установку, называется Кейв. Это такая большая коробка из экранов, пещера. Экраны большие, это 2 на 2 метра. То есть человек туда помещается вполне нормально, в полный рост. Есть передний экран, правый, левый и пол. Конкретно в этой только такой набор экранов. Экраны полупрозрачные, с противоположных сторон есть проекторы, которые освещают, делают картинку. Внутри, соответственно, находится человек. На человеке закреплены очки. На очках есть датчики, такие, наверное, видели, такие вот рожки, и на конце них круглые такие шарики, которые для интернет-регинга при помощи инфракрасного света. В углах этого Киева установлены камеры. Отслеживается положение головы, где, собственно говоря, находится голова человека. Ну или игрока, если это игра. После чего рендерится картинка на каждой из этих проекторов. Это, соответственно, 4 компьютера. Каждый компьютер рендерит свою картинку. Они все синхронизированы по сети. И выводится изображение для левого и для правого глаза индивидуальное. Вначале для левого, потом для правого, потом они обратно меняются. И так создается эффект, ну как, виртуальной среды. И там у нас действительно можно ощутить как бы голограмму, потому что мы свои руки видим, очки же они полупрозрачные, мы смотрим на экраны. Экраны так хорошо друг другу подогнаны, что стыков не видно. И нам кажется, что мы действительно в виртуальной среде, вокруг голограммы. Подробно прям вот описываешь, сразу видно, что человек все-таки технический специалист. Я уже очень много рассказывал о том. Есть даже целый готовый рассказ. Нарисовал уже целую картину. У меня такой щимбл, что я сам работал, короче, в этой лаборатории. Челемисты, наверное, какой-то подробный написал. Ну и как тебя от этого привезло? Ну, в общем, вот этим начал заниматься. Этим занимался я очень долго. Проводили мы различные эксперименты вместе с факультетом психологии. Изучали, как виртуальная реальность задействует на человека, как человек воспринимает виртуальную реальность. Писали всякие статьи. Вот, потом спустя некоторое время, я пришел сюда работать в Mail.ru. Сразу пошел в GNDF, здесь непосредственно написал то, что вот хочу к вам идти работать. Пожалуйста, посмотрите мою кандидатуру. Ну, давай, приходи. Пошел с беседами, с собой. Успешно, что вначале начал работать над логами онлайн. ММОРПГ. Там занимался игрой, после этого перешел на другой проект, потом еще один проект, еще один проект. И вот, в конце концов, мой опыт с виртуальной реальностью, он параллельно существовал, пересекся с опытом разработки компьютерных игр, и вот начался проект VR Invaders. И, собственно говоря, я на нем. Так, понятно. Длинная история, но поучительная. Да. Дмитрий, а как тебя занесло в игры? Ну, у меня все более гуманитарно. Так, наверное, положено дизайнеру. Хотя мы тоже техническая специальность, много надо технического уметь. Ну, я пришел из игровой журналистики, играми интересовался, понятное дело, с детства, вырос на них. Потом трудился в издательском доме «Техномир». Ну, наверняка все лучше знают название журналов, чем название самого издательского дома. Это игромания, лучшие компьютерные игры и мир фантастики. Вот писал туда статьи, был редактором. Андрей Ленский, великий человек, умер, к сожалению. Умер, он здорово. Да, и тогда лучшие компьютерные игры пошли на спад, это было основное место, где я работал. И вот в какой-то момент я понял, что нужно искать что-то новое. Открыл HeadHunter, стал думать, на что я еще гожусь вообще. И тут через день друг, который работал здесь программистом на проекте Alloda Online, написал мне, а нам нужны дизайнеры, не хочешь попробовать? Я такой, ну, а почему бы не попробовать, классно. И он так меня расслабил, что я не делал. Он говорил, да, ты там не напрягайся, напиши что-нибудь, пришли, все будет нормально. Ну, я, тем не менее, ответственно подошел, но не думал, что настолько серьезный отбор и конкурс, как дошел. Но благодаря именно тому, что он так меня прогрузил, как будто бы это все легко и уже дело решенное, видимо, я и попал сюда благополучно. И это было уже страшно представить пять с половиной лет назад. По большей части здесь я работал на проекте Skyforge, это тоже ММО. Ну вот пришло время заниматься новым и быть на острие технологий. Перешел не так давно в VR Invaders, но мы уже полным ходом работаем и должны довольно скоро выйти. Тут надо еще такое добавить, что ребята работают в офисе, мы сидим на одном этаже, буквально там вот в десяти метрах от меня. Это самое прикольное рабочее место, которое в принципе можно представить в игровом отделении. Потому что люди сидят, какие-то переговоры и прочее. И только, значит, в ромашке среди тех столов, где сидят ребята, постоянно какие-то странные люди делают странные движения в очках на голове. Смотрю абсолютно сильно. Так у нас еще и проблемы есть, почти что травмы. Если мы вдвоем, втроем встаем, да, мы начинаем пересекаться. Да, становится уже так узковато. Смотрите, до того, как перейти к VR, напоминаю, что у нас, во-первых, здесь есть чат. Пишите, задавайте вопросы, соответственно, Максиму, задавайте вопросы Дмитрию, задавайте вопросы про виртуальную реальность, просто вообще про геймдев, там, за жизнь, в конце концов. На интересные, короче, какие-нибудь будем отвечать, провокационные игнорировали. Вот такие дела. Так, ну что ж, давайте, значит, виртуальную реальность. Сформулирую вопрос так, знаешь, вот просто, по-газетному. Вот миф или реальность? Для себя я до сих пор не могу сформулировать ответ на этот вопрос. Я столько уже пересмотрел VR за последние, там, не знаю, пару лет. Я был в этом феврале на такой выставке Games Developers Conference в Сан-Франциско, такая была, очень важная такая была. Ну, самая известная. Самая известная, наверное, индустриальная выставка, точнее, даже не выставка, а конференция. Так вот, там сложно было найти какой-нибудь стенд или какую-нибудь будку без VR. То есть там VR-фри у них ходила такая шутка. И я до сих пор не понял. Я видел HTC Vive, я видел и Sony, который Sony VR теперь называется. И Oculus, наверное. Да, и Oculus, естественно, конечно же, да. До сих пор не могу понять. То есть, с одной стороны, это как бы круто, да, а через 10 минут укачивать начинает. О-о-о-о. Да. Это тема глубокая. Смотри, в виртуальной реальности, на мой взгляд, сейчас есть какой-то недостаток. Ну, как я вот в своем юзер-спириенсе увижу, больше, чем полчаса очень тяжело. Ну, то есть, может быть, конечно, это тренд современного времени, когда там идет короткая сессия, там, и прочее. Даже рекламы в видеоигры, видите, как сейчас сделано. Пришел домой, пока жена разогревает бочк, быстренько поиграл, там, например. Вот что вы вообще про это думаете? Не с точки зрения разработчика, а вначале интересно, как юзер вас услышит. Ну, с точки зрения игрока я провожу в виртуальной реальности до трех часов и комфортно себя чувствую. Только вылезаешь, конечно, как из бани весь красный. Но играет с комфортным, привыкаешь. Ну, конечно, у разных людей по-разному. Мы много людей вводим тестировать игру, и кто-то утомляется очень быстро, за 10, за 15 минут. Особенно те, у кого проблемы со зрением. Пока еще не решен этот вопрос, как совместить в виртуальной реальности очки. Вот эти люди быстрее всего вылетают. Ну, мне уже комфортно. Привык, да. То есть, вопрос привычки, да? Это знаете, как очень многие геймеры, которые, например, никогда играли на ПК, играли на консолях, и наоборот, зачастую берут там мышку, что вот этим вот играет. Как это? И наоборот, да. Елозить по столу. Как шутер, это вообще невозможно. Я за техническую сторону могу ответить. Как бы вот, почему укачивает? Укачивает, в первую очередь, это вот самая банальная проблема каких-либо игр, которые идут в разработке, это низкий фреймрейт. Количество кадров в секунду очень низкое. Если оно ниже, ну, скажем так, если ниже 45, то это сложно воспринимать просто. То есть, мы вращаем головой, у нас начинает мир всегда отставать от того, что мы ожидаем увидеть. Вестибулярный аппарат, мозг, глаза, все это начинает сбиваться, не понимает, что происходит, и организм как бы ощущает эффект как будто бы интоксикации, да, что какое-то вредное вещество попало внутри нас. И как бы начинает потеть, да, вот начинает укачивать, вот этот эффект возникает. Для Oculus, для Vive рекомендуемый фреймрейт это 90 кадров в секунду на оба глаза. То есть, соответственно, у нас есть камера для правого, камера для левого глаза. Вместе это приблизительно 180 кадров в секунду. Там есть алгоритмы, которые позволяют уменьшить, конечно же, сложность вычислений, но приблизительно 180 кадров в секунду. То есть, и видеокарта нужна для этого, получается, мощная. При 90 кадрах, в принципе, все хорошо, не укачивает. Если человек ходит сам по себе, ну, то есть, мы берем, например, Vive, у него зона трекинга большая, мы можем прямо надеть шлем, взять джойстики, и пошли там где-то 3 на 3 метра, можем свободно абсолютно гулять. И здесь не будет укачивания. Может быть, будет некоторый дискомфорт из-за того, что разрешение экрана не очень высокое, все-таки видно пока что пиксели за счет линз. Но возникнет проблема, если мы начнем испытывать ускорение, любое ускорение. То есть, если мы стоим в какой-то платформе, и он начнет вращать, если он нашу камеру начнет вращать, или если какой-нибудь умелец возьмет и решит приделать эффект трясущейся камеры при взрыве. То есть, у нас камера так, мы будем думать, что это у нас что-то с головой. Это выносит просто прямо вот сразу. Мы даже придумали такой термин, вот между собой используем, называется вестибулярный удар. То есть, если его схватить, вестибулярный удар, то после этого, в принципе, лучше шлем снять, потому что избавиться от него в шлеме уже нельзя. То есть, все, вот... То есть, не глаза закрыть? Нет, 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 все, вестибулярный удар произошел, после этого снимаем шлем, отдыхаем, полчасика, после этого только можно надеть шлем заново и продолжить. Вот, если продолжать, то усталость очень сильно накапливается, и после этого, ну как, прям вот отторжение виртуальной реальности становится. То есть, не хочется туда вообще возвращаться, потому что, ну как, организму было плохо. Понятное дело, что мы же все-таки животные, у нас есть какие-то условные рефлексы. Вот эту точку нельзя вот проходить. Вот нужно до нее можно, после нет. То есть, разработка, получается, игр для VR, она такой очень нежный процесс, да? Вот как бы вот... Очень много тонкостей нужно учесть. И первое, даже, может быть, с чего надо начинать, это с того, как игрок будет перемещаться и ощущать себя в этом виртуальном пространстве. Вопрос перемещения очень остро стоит. Например, если вы скажете, что вот у нас, допустим, стрелялка, и мы перемещаемся от одного укрытия к другому, и какие здесь могут быть решения? То есть, в компьютерной игре, там, понятно, джойстик или клавиатура, и вот мы пришли на нужное место. Здесь мы сталкиваемся с тем, что мы должны найти новый способ перемещения. Что это будет? Часто используется телепортация. То есть, я указываю на эту точку и оказываюсь там. Но это рвет погружение. Как это? Я взял и перепрыгнул. Это не так круто, как дойти ногами. Но выясняется, что альтернативы пока еще хуже. Потому что, если, например, мы покажем на точку, и пусть нас тащит туда сама игра, то это мгновенно все, вас начнет укачивать, ощущение, что вас схватили и повели. Ускорение. Ускорение, да. Было ноль, скорость потом появилась. Это ускорение. Причем та, которую человек не контролирует. И это сразу вызывает тошнотворные рефлексы. Это ужасно. Какие варианты? Можно передвигаться, конечно. Ну вот здесь там есть рычажок. Мы говорим, что мы такие парализованные, в кресле-каталке. И вот мы двигаем рычажок и едем вперед. Ну тоже не то, тоже не ноги. В общем, поиск еще идет. Вопрос того, как в ограниченном пространстве создать иллюзию огромного пространства, он еще решается. Слушайте, интересно получается. То есть, возможно, все мои проблемы, о которых я до этого говорил, связаны с виртуальной реальностью, они были связаны не с хардом, а с софтом. Да, конечно. Игры были фигловые. Это вопрос. Еще, кстати, одно замечательное... Ой, пардон, дайте. Да, да. Значит, я закончу все и говорите, говорите. У нас тут бесконечный стрим, если вы будете интересны. Да, кстати, напоминаю, что оставляйте на ваши вопросы в чате. Тут есть несколько пока технических. С техническими чуть попозже. Кокейское программирование надо выбирать. Ну, это классика наших стримов. Так вот, и возможно, что все игры, которые я видел, они были, во-первых, достаточно простенькие. То есть, я не видел прям суперсложных игр. Суперсложные, а я видел только, если уже есть известный проект, к нему вдруг VR прикрутили, а теперь летай в серии в серии в том же War Thunder, но теперь в шлеме, например. И все, которые проекты я видел, очень простенькие. Я даже сказал, такие... Не то, что прям игры-игры, а они даже не какие-то не аркады, а они какие-то прям развлекухи. Знаете, что они мне напомнили? Они напомнили тот софт, который выпускали изначально для... Помните, когда пошла мода на вот этот вот Директ-контроль, там все эти View, потом PS Move, там Kinect и так далее? Вот очень похоже на какой-то первичный софт для Kinect. То есть, идея-то вроде отличная, ну, играть-то вот не хочется. А вот теперь, внимание, вопрос. А почему VR Invaders захочется играть? VR Invaders захочется играть? Да. Это... Как развивались вообще игры для VR? В начале и, в принципе, сейчас тоже игры выходят как ощущение, как демо-сцены. То есть, мы хотим почувствовать, а что это такое, если вокруг нас динозавры? А что это такое, если вокруг нас sci-fi мир? И мы не хотим играть долго, реально. Мы только что купили шлем. Мы хотим попробовать этих как можно больше впечатлений, а что такое, если погрузиться в клетки к акулам, например, да? По пять минут мы хотим много сразу всякого посмотреть. То есть, как в таковую игру, RPG, там, шмотки надевать, статистику считать, вот это мы не хотим делать. Мы хотим получить вау-эффект. Поэтому игры выходят такие короткие. Геймплей в них обычно практически либо отсутствует, либо какой-то минимальный. В них обычно нет никакого прохождения как такового. То есть, поиграли разок, после этого запустили игру, то же самое. И вот такие игры выходят, и они востребованы, потому что люди хотят ознакомиться с технологией. Они сейчас не знают пока, как хотят они погружаться в нее глубоко или нет. Следующий шаг, который будет за играми, вот через несколько лет для VR, как я прогнозирую, что уже будут основательные игры, в которых мы будем там дольше играть, в которых мы будем принимать решения, исходя из того, как мы играли в прошлый раз. То есть, это несколько сессий подряд. Сейчас же VR Invaders мы делаем переходную, для переходного режима. То есть, соответственно, у нас можно зайти и поиграть быстро, то есть, как такой пати-мод. На вечеринке каждый заходит, поиграл, получил какие-то очки и после этого передал следующему. Также у нас есть и сюжет. То есть, мы пронизываем те миссии, те задания, уровни, которые у нас есть в игре, некоторым сюжетом, рассказываем его игроку, и тем самым погружаем его вглубь той вселенной, которую мы создали в игре. Тот мир, который у нас показывается. И, собственно говоря, вот это основное отличие, что мы игру делаем на оба фронта. То есть, на старый фронт, где только нужен вау-эффект, и на новый, где нужно чуть больше, где нужно уже погружение, где хочет уже игру проходить. Это для тех, кто шлем, ну как, купил уже когда-то, вау-эффект получил, и сейчас уже хочет, ну давайте, следующую стадию. Понятно. Я бы сравнил так, что у нас погружение в фильм «Пятый элемент», ну, условно, сюжет не такой, который можно один раз посмотреть до конца, а потом можно переигрывать одну перестрелку с пришельцами, другую перестрелку, и стараться там выступить как можно лучше и эффектнее. Да. Так же для пати-мод подходит. То есть, вечеринка, и каждый пытается набить как можно больше очков. А теперь простыми словами. Вот надеваю я шлем. Да. Что происходит? А, про что игра? Нет, это все очень здорово, короче, там про переходный период, я прям, вау, я запомню обязательно этот аргумент, очень классный. Ну, вот вообще, что это такое? Что за жанр? У нас стрелялка, тир, летают дроны такие роботичные в большом количестве, стреляешь в них пистолетом, они стреляют в тебя, заслоняешься энергетическим щитом, блокируешь пули, ну, пистолет может переключаться в разные режимы, плазмой там пострелять, пулеметом построчить, лазером всех скосить. Разные уровни, разные враги, боссы, и все это нанизано на единую сюжетную нить. Ну, игровой процесс такой, вижу врага, стреляю, защищаюсь, стреляю в следующем. Но есть особенность. Есть исключительная особенность. То, что мы не можем испытать в реальной жизни. Виртуальной можем. Что, в уме? Нет. Нет, стрелять в себя можно, кстати говоря, поддержанно, а умрешь. То, что в любом шутере нельзя было делать, пушка не разворачивается, а так экрану приделывается. А люди хотели этого, они спрашивали, почему я стреляю и не умираю. Пришлось делать это. Все, все по-честному, в кого попал, того убил. Вот. Есть замедление времени. Мы контролируем его. Это как интегрировано в игровой процесс, целиком и полностью. Мы нажимаем специальную кнопку на щите, у нас в 10 раз медленнее. И здесь мы как в Матрице, как в Нео можем. Мы можем откинуться назад, пули пролетят над нами, и мы просто восхитимся, как круто это. Ну, надо, чтобы кто-то поддерживал сзади желательно, потому что как на него стоять будет сложно. Но можно. Вот. И свободный игрок перемещается. То есть мы уклоняемся от пуль, можем отойти, можем замедлить время и просто посмотреть, как оно пролетело. Да, класс. То есть такой буллет тайм, мы наконец теперь отходим. Мы контролируем с другими игроком. Мы вызываем, когда хотим. Здесь сейчас происходит такое замечание. Есть такие некоторые жанры, у которых периодически времена упадки сменяются временем ренессанса. Есть такой прекрасный жанр, называется фили. То есть в 80-х, в виде электронных автоматов, потом упадок, как-то все. Все перешли на домашние концерты. Потом появились пистолеты. Такие эти, помните, да? Американ Лазер Геймс, вот эти все конторы появились, CD-ромы потом, и можно было уже фильмы снимать, настоящие. Как народ тогда удивлялся, там, 15 лет назад, ух ты, это же прям как кино. Теперь вот, наконец-то, тиры доросли до шутеров от первого лица. Класс. Тут нас, кстати, спрашивали до этого, как вот долго вообще можно ждать появления VR в онлайн-играх? Ну, тут, скорее всего, подразумевался именно в онлайн-играх таких сложных, типа ММО, о чем мы с вами уже практически начинали говорить. Ну, что вы думаете, это реально, посидеть, рейд 15-часовой от снижевого цвета. Постепенно, по мере того, как технология будет дешеветь, очки виртуальной реальности и все эти установки будут становиться доступнее, то рынок будет становиться больше, больше разных людей будет хотеть играть, у них свои запросы, свои интересы, и, конечно, постепенно разработчики будут думать, мы уже не можем сделать просто там стрелялочку, таких уже очень много, надо брать что-то новое. Например, у нас есть игроки в онлайн-игры. Хорошо, мы сделаем для них классный продукт, и тогда они начнут думать, привлекать команду, строить этот большой проект. Я уверен, что время ММО в виртуальной реальности придет. До этого еще нужно достаточно много всего сделать, но, я думаю, лет 5-7, и мы увидим первый классный продукт. Да, здесь стоит учитывать время разработки и скорость развития устройств, потому что разработка ММО — это от двух лет. Да, обычно. Вот, там 3-4, а может быть даже и 5, если какой-то долгострой. Ну, в принципе, теоретически онлайн... А как шагнули устройства? За последний год только, да? Да просто один Oculus как изменился. У меня как-то так было, что я держал их просто по очереди, начиная с самой первой интеракции, небо-земля, конечно. Ну вот. Как делать игру? То есть мы планируем наш долгострой на 2-3 года, и за это время у нас вышли другие шлемы, другие технологии. Или, например, все тело сканируется, известно в точности, как ты пальчиком подвигал, как ты голову наклонил. Уже надо иначе все придумывать. А у нас геймплей заточен под то, что мы джойстики держим. Так, слушайте, давайте тогда опять немножко отличаемся от игр, раз мы уже начали про технологии, то давайте про технологии. Вот вы, господа разработчики, да? Вот кто сейчас вот самая технологическая штука? Вот подо что сейчас нужно разрабатывать, прежде всего? Ну, конечно же, под VR. Ну, может быть, это 3 VR конкретизировать. Да, я имею в виду, да, под Oculus, под Sony, например, или, может быть, сразу вот перейти вот к Vive, который самый технологический, вроде продвинутый выглядит. Технически, вот, разрабатывать сейчас, в принципе, особенно не имеет значения подо что. А вот у вас какая платформа? У нас поддерживается и Oculus, и Vive. Отлично. Для PlayStation мы на текущий момент не делаем, ну, как бы, кто знает, может быть. С точки зрения трекинга, вот если буквально там, не знаю, два дня назад рассмотреть, в принципе, довольно давно для VR-индустрии, то... Два дня назад еще не анонсировали беспроводные шлемы. Да, еще не анонсировали, точно. Короче, говорят, Vive, он каким был? У нас шлем, вот-вот, как вот этот, вот, да? Также к нему вот такой вот кабель приделан сзади. Этот кабель идет в компьютер, кабель довольно длинный. У нас есть два джойстика и есть две такие коробочки, которые осуществляют трекинг. Мы ставим их в углах комнаты. Их еще настроить там надо было... Это очень легко, очень легко. Часа полтора у нас внутри. Ну, там есть особенности, но, как бы, на самом деле, легко. Вот, просто потому что непривычно, да, то есть, как бы, непонятно, что к чему и зачем это нужно. А когда уже понимаешь, там настроить Vive, настроить Oculus, как бы, ну, все уже понятно, все привычно. Эти коробочки осуществляют трекинг. Мы, соответственно, перемещаемся внутри этой виртуальной реальности, держим джойстики и мы свободно можем ходить по нашей области, которую мы сделали из зоны трекинга. Вот, несколько дней назад еще нельзя было предзаказать вот такие вот джойстики для Oculus, которые позволяют отслеживать положение рук. У Vive они уже были, у Oculus нет. У Oculus был обычный джойстик от Xbox. Но вот сейчас Oculus уже догнал. Почти что. То есть там зона трекинга может быть чуть поменьше. Надо посмотреть спецификацию, как у них в итоге получилось. Но мы также можем уже ходить по комнате, можем взаимодействовать с объектами, как и в Vive. Но вот день или два тоже назад Vive сказал то, или какая-то другая компания-разработчик, то, что появилось устройство, чтобы вот без проводов уже. То есть кладется батарейка в карман. Прогресс быстрее разработки. Да, да, да. Это увеличивает зону трекинга еще сильнее. Потому что мы теперь уже не ограничены проводом. То есть мы можем ходить на большую сторону. Все же теперь ожидают. Да. То есть я так предполагаю, что через некоторое время такой же появится у Oculus, потом появится такой же и у PlayStation. Соответственно, устройства, как таковые, предлагают нам experience ходить, плюс взаимодействовать с виртуальным миром при помощи джойстиков. Какой конкретно девайс мы используем? В принципе, без разницы точки зрения разработчика. Там есть нюансы с точки зрения API программного, да, как мы с ним можем взаимодействовать. Но с точки зрения геймплея по факту у нас одно и то же. В руках и шлем. И можем перемещаться. Ну, а дальше... которые делают железо, я прошу прощения. Конечно. Тоже заинтересованы в том, чтобы максимально легко было настроить игру под их устройство. Так что весь рынок взаимодействует друг с другом. Да, безусловно. Так, ну, смотрите, давайте так и так поговорим. Что вот, на ваш взгляд, сейчас есть хорошего именно из игр уже для виртуальной реальности? Причем, желательно, не какие-то франчайзы, если я речь, да, это круто, конечно, в Forze ездить в шлеме, но может быть особое, эксклюзивное. Знаете, пока вот меня из таких вещей, которые, ну, не совсем прям простенькие, такие, прыгаешь через костер, например, или как-нибудь там из стен начинают, не знаю, черти, например, лезть, ну, такие развлекательные зачастую вещи, не геймплейные. Я вот видел сейчас одну игру, которую могу даже назвать серьезную, так, наполовину. Онлайновая, как ни странно, это звучит, под PlayStation VR от Ubisoft, Eagle Flight, наверняка слышали, да? Это такой ураганный экшен, короче, где друг за другом орлы летают под Парижем. Абсолютно шизофреническая как бы идея, да, но благодаря тому, что они очень сильно упростили графику и дико врубили там скорость, выглядит просто потрясающе, на мой взгляд. Графику не отрубили специально. Да, это пока вот мой фаворит, а у вас какие-нибудь есть специальные такие вот эксклюзивы? Я больше любитель, когда сам играю в каких-то таких странных штучек. Это очень хорошо. Маленькие проекты, на самом деле, чаще всего заинтересовывают. Мне очень понравился виртуальный музей изящных искусств я поиграл. Там экспозиция, несколько залов, можно ходить, смотреть, при этом, если ты будешь пялиться там какой-нибудь в Венере прямо на ее обнаженное тело вот так вот нос к носу, никто слова не скажет, потому что рядом никого нет. Хотя вроде... Ну на мониторе рендер-то, кстати, есть, не веду. Молодец человек, отойдите от статуи. И при этом, ну это реально как музей будущего, потому что ты подходишь к экспонату и из воздуха, из ниоткуда появляется его описание, возникает. Отошел от экспоната, описания нет, ничего вид не портит. Ощущение погружения такого роскошного и близкого-близкого контакта с искусством. Захотели, поместили одну статую там под снег, снег идет. В музей организовать такое, ну это огромные деньги нужны были бы. А здесь каждому его личное ощущение комфортно, ни с кем не толкаешься. И так это все эстетично и приятно сделано. Человек сделал дипломную работу просто, но у него огромное удовольствие играть. Или попасть внутрь картин Ван Гога, пространство, созданное в стиле его рисунков, где можно там выглянуть из окна и увидеть звездное небо точности, как он рисовал. Или самого Ван Гога, который сидит как на своем автопортрете. Такие вещи, которые перемещают не просто в другое пространство, а иначе созданное пространство, они меня очень захватывают. Класс. У меня более технический подход. Мне нравится игра, она доступна в стиме, называется Modbox. Суть ее в том, что у нас виртуальная среда, мы берем палитру, у нас там есть кубики, всякие треугольнички, горочки, колеса, механизмы различные, переключатели, свечи, там что угодно, даже пистолет там есть, бита, ракетка, что угодно. Вот. Мы берем из них и начинаем собирать на сцене что угодно. То есть это как конструктор. Очень хорошо развивает воображение. Потому что мы привыкли, что у нас есть там конструктор Lego или какой-нибудь там другой, мы из них можем собрать нашу машинку и мы в принципе ограничены законами физики, которые у нас тут есть, потому что машинка всегда вниз будет падать. Вот. И мы ограничены тем набором кубиков, их размером, который у нас есть. Здесь же мы хотим кубик маленький. Пожалуйста. Как в Майнкрафте можем собирать маленькую стену. А потом говорим, нет, нам нужен большой размером с 10 домов с 10-ти этажных. Жиг! Хопана! Кубик. Поднялись на нужное место, там окна расставили, там что-то еще, сделали какие-то лесенки, взяли, вытащили, например, мобов, там даже готовые мобы, чтобы можно было свои собственные типа игры делать. Они несложные, но как бы это очень сильно развлекает. поставили их в нужных местах, взяли, сделали что-то типа ангара с оружием, там вот прям вот их повесили, положили все эти пушки и затем запускаем наш мир. То есть у него вначале ни физики ничего нет, он статичный, его оп, включили, он ожил. То есть физика сработала, мобы стали двигаться, например, и теперь мы подходим, мы можем там телепортироваться, то есть все фишки из других игр там реализованы. Они реализованы, может быть, что-то просто, но зато они все есть, их можно все комбинировать. Взяли оружие, взяли второе, и вот мы в собственном уровне, который только что сделали, можем сразу играть в игру. Потрясающе, то есть как бы это и конструктор, и конструктор игр, и просто можно что-то прототипировать в нем даже, можно делать какие-то дизайны. С точки зрения рисования есть замечательная еще программа Tilt Brush. О, да. Там... Самая покупаемая, по-моему, сейчас. Там потрясающе просто. То есть рисовать в 3D при помощи вот таких светящихся линий, там можно разные краски выбрать, разные цвета, но рисунок получается именно в 3D. Это завораживает. Новая форма искусства практически. Это не скульптура, не рисование, а где-то посередине, когда действительно объемно рисуешь изображение. Класс. Слушайте, давайте теперь вот такую тему поговорим. Тут такая вот есть скользкая дорожка, понятийная даже сказал, и очень многие до сих пор даже не знают, что это совершенно разные вещи. Давайте поговорим о разнице между VR и AR. То есть для тех, кто не знает, VR-то Virtual Reality, то есть виртуальная реальность, а AR-то Augmented Reality, то есть дополненная. Дело в том, что, например, покемоны, всем известные, всеми любимые, это не что иное, как игра с дополненной реальности. Да. Конкретно элемент дополненной реальности там простенький, но это действительно... Да, ну какой элемент? Ты наводишься, собственно, видишь там покемошу. Вот мне кажется, вот в какой-то мере, может быть, конечно, не в обиду действительно обычную реальность, которую сейчас есть, что и AR-он в этом смысле даже вот перспективней. То есть смотрите, мы вот, когда вот вышли покемоны, да, все там были, а, все, весь мир с ума сошел, вот для чего нужна была дополненная реальность, чтобы там Пикачу ловить. Ну что за фигня, да? А вот не фигня, потому что на самом деле мы знаем, что в покемоне использовались те же самые базы данных, что в свое время собирались в Ingress, игры, которые уже очень много лет, в которые обычно играют взрослые дядечки, там всякие урбанисты, люди и так далее с особыми увлечениями. Так вот ловил это в районе офиса Пакимошу, прихожу мимо офиса штаба ОДКБ, у которого такой исторический, но, к сожалению, очень плохом запущенном состоянии забор. Так вот навожусь на этот забор, он мне пишет, статуи там, рабочие и солдат, там, такой-то, такой-то год, там, скульптор такой-то, архитектор такой-то. Я прям поразился, я вот тебе представил, что вот оно, наконец-то, я приеду в лес и буду, посмотрю на это дерево, и он мне напишет, альха, ведь никто же, мы все городские, никто же не знает, как выглядит эта городская альха, вот, наконец-то, мы все поумнеем. Вот, а вы что думаете, какие перспективы за этим могут скрываться? И почему вы, например, в AR не хотите угодить? За дополненной реальностью. Мы хотим. Хотим, мы не против. Мобилочки, например. Дошли бы руки. А, ну, понятно. У нас сейчас, да, важный проект, надо доделать, после этого мы будем смотреть. С точки зрения самих девайсов, у нас есть колорианс микрософтовский. О, по-моему, вообще сам этот доделся. Да, мы тестировали его, пробовали немножко разрабатывать под него, посмотрели платформу, что оно позволяет делать. Вообще, в целом, вот, мое мнение, что VR и AR, оно вот разделяется, ну, только сейчас. Чуть-чуть позже не будет смысла его разделять как таковой. Что из себя представляет VR-шлем? То есть, у нас есть линзы, да, вот тут вот линзы. Внутри есть монитор. Он делает картинку. В случае с шлемами виртуальной реальности монитор непрозрачный. В случае с устройствами дополненной, да, Augmented Reality, IRM дополненной реальности, то есть, как Microsoft HoloLens, монитор прозрачный. А теперь, а если мы закрашиваем части на мониторе HoloLens, то мы, соответственно, сквозь них ничего не видим. То есть, у нас там объект, он как бы, он должен, ну, немножко чуть-чуть сейчас прозрачный, да, вот, но, как бы, идеали непрозрачные вообще. В HoloLens еще у нас есть области, которые не закрашиваются вообще экранчиком, то есть, экран там не очень большой, но в будущем экран будет целиком закрывать наше зрение. А значит, если экран закрывает целиком наше зрение, и мы сделали его полностью непрозрачным, то мы погрузились в VR, протещаем в нем небольшую дырочку, видим реальный мир, и уже как бы дополнены реальности. Но не хватает еще трекинга окружения. То есть, в случае с VR, у нас трекинга, у нас есть трекинг шлема при помощи датчиков, но нету трекинга окружения нашего. А в случае с Microsoft HoloLens, он постоянно при помощи, ну, грубо говоря, встроенного Kinect'а сканирует окружающее пространство и строит трехмерную меж-геометрию вещей, которые вокруг нас. Приблизительную, но ее достаточно для того, чтобы можно было зайти за стену, и там какой-то объект, который мы там оставили, мы больше не видим, потому что мы уже зашли за стену. Вот. Соответственно, если дополнить шлем виртуальной реальности устройством, которое будет трекать объекты вокруг и сделать экран прозрачным, то у нас получается объединение. Короче, все эти понятийные вещи, они не так важны, как мы поняли. Хотя с другой стороны... Некоторое время еще важны, но скоро уже, я считаю, не будут. Почему начался этот разговор-то, да? Почему виртуальная реальности это хорошо, а дополненная не очень? Ну, просто только Google Glass отменили. Типа говорили, во, перспективная разработка, сейчас все такие будут. А потом, знаете, как-то не зашло. Я даже, кстати, знаю, почему не зашло. Вот у нас он как-то так сильно не успел распространиться, а вот где-нибудь за рубежом, особенно в Калифорнии, так вот люди иногда попадались. Заходишь ты в лифт, с того человека, заходит, на каком-то гитриты, да? Ты едешь, короче, а он в этих глазах, такой смотришь, на него думаешь, Полина, а вдруг ты меня снимаешь сейчас, козлину там, не знаю, или рожки у меня подрисовывают. Так проблема была не в аэре, проблема была в том, что он снимал. В людях. Человеческий факт. Он же снимал все, то есть у них была, насколько я правильно, если помню, то была фишка, то, что можно было записывать все. Всегда все записывается, и всегда все отправляется на серфт, а потом можно пересмотреть. И звук в том числе тоже. Инструмент, нежели аэр инструмент. А стримеры в восторге были бы. Особенно, что те, которые любят там часов по 7, что-нибудь стримить, такие в категории людей. Да. Так, ну что ж, смотрите, вот тут задавали нам вопросы, в принципе, вот о чем, мы уже начинали на эту тему говорить, а вот в чем особенности, в общем, дизайна, в частности, гейм дизайна состоят, когда разрабатываешь игры виртуальной реальности. То есть мы уже говорили о том, что 90 FPS обязательно должно быть, минимум, да? И там с графикой уже не важно. То есть мы говорили о том, что не надо трястись ни в коем случае. А вот какие еще вещи? Может быть, ограничение на сессию продолжительности накладывает VR? Хотя вот вы никак с этим не соглашаетесь. Я все пытаюсь, что это тошнит. Нас не тоснят. Продолжительность сессии действительно лучше, чтобы была покороче. Надо рассчитывать на то, чтобы всем было комфортно играть. Соответственно, если человек способен выносить час-два виртуальной реальности, это не значит, что надо остальных лишать возможности провести в них 10-15 минут интересно и получить законченное впечатление. Ну, что касается дизайна, если мы решили вопрос с движением как-то, вторая важная вещь, которая есть в виртуальной реальности, ее нет в других типах игр, это тактильность, тактильные ощущения. Чтобы, например, мы думали, когда выбирали оружие, каким его сделать у себя в игре. Я только, потому что это хороший пример. Сделать большой автомат, ну, он слишком легкий. Вводишь им, не чувствуешь, кайфа нет. Вроде как, Томпсон, вроде как, да, ты зажал гашетку и стреляешь, но не то, не веришь, не включается, вот это, что-то на подкорочке, говорит, что все фальшиво. А пистолет, он достоверный, то есть, на самом деле, они тяжелее, там, джойстик, акваева или оквуса, но он достаточно близок по весу, чтобы в него поверить. и там, дрожание, когда он стреляет, это все тоже важно. Важно, чтобы было достоверно то, с чем игрок больше всего взаимодействует. Тогда происходит погружение, и тогда уже иначе все воспринимается. Дальше можно сделать даже такой же дизайн, который ты делаешь обычно в играх компьютерных или приставочных, но если ты добавишь туда эту тактильность, успешная, то для человека это будет новый опыт. Есть что-нибудь добавить? Я согласен. Да, можно думать о том, тогда еще расскажу, что игра может происходить во всей сфере вокруг игрока. Может быть, надо обращать его внимание на то, что происходит сзади, что происходит спереди, с боков. Человек привыкает, на самом деле, человек мыслит двумерно. и ему сложно сориентироваться в 3D-пространстве. Поэтому тоже важный момент дизайна — не слишком рассредотачивать внимание игрока. Если событие будет происходить спереди, сзади, сбоку, это слишком много. нужно думать о том, как ты объяснишь игроку, где сейчас требуется его внимание. Когда он смотрит в монитор, он видит все происходящее. В виртуальной реальности он видит только часть. Смотрите. Угол обзора сейчас в VR-шлемах довольно-таки маленький. То есть это не то, как мы видим в действительности. Как уложка. Намного уже. Да, намного уже. Поэтому кажется, что мы, если сделаем, например, наш геймплей на 180 градусов, то я же тут все вижу. Никаких проблем нет. А потом оказывается, да, то, что надо будет головой крутить. Мы вот сюда смотрим, а здесь врага не видим. Значит, нужно какую-то нотификацию делать, типа игроку. Повернись туда, посмотри, там враг есть. Тут возникает проблема с пользовательским интерфейсом. Как мы привыкли в играх, обычно в шутерах, например, да, у нас к краю экрана такая стрелочка появляется. Типа вот туда, посмотри, так мы оп, посмотрели туда, стрелочка подвинулась и на врага, да, наглазь. Можно такое сделать в виртуальной реальности, но сразу возникает вопрос. На каком расстоянии от игрока ставить UI на элемент? Ну, то есть на расстоянии метра, в принципе, комфортное расстояние. Дальше вопрос. Подходим мы к какой-нибудь ограждению, просто к стене. Мы этот UI-элемент все равно должны рисовать на расстоянии метра. Или пусть на стене в трассе. Да, то есть мы нет, мы смотрим в стену, мы можем так технически нарисовать, то, что UI-элемент будет рендериться, как бы, чтобы на него сфокусироваться, глаза должны будут, да, соответственно, склониться на определенный угол на расстоянии метра, а стена на расстояние 10 сантиметров. Тут начинает как бы немножко голову так напрягать, что что-то тут не так. Можем, конечно, пробовать всегда рисовать его на ближайшем объекте, но это уже другое, то есть надо искать варианты, а как же нам UI-то, к которому мы привыкли, перенести в виртуальную среду. И в большинстве случаев он не работает. То есть другой пример. кажется то, что вот железный человек, он круто так все себе сделал, да, у него там шлем, вот эти надписи всякие везде, они же близко у него тут вот. Есть ли они близко, прям вообще близко, попробуйте сфокусироваться на ладонях, которые не видно просто. Хорошо, значит, железный человек подумал и отнес их чуть-чуть подальше, не так, как видео показано. Хорошо, вот тут они. Теперь, если они на таком расстоянии, просто попробуйте перескакивать взглядом, вот, например, тут жизни полоска, а вот там вот враги. Соответственно, когда у нас мы играем на мониторе, у нас все плоско, на одном расстоянии. И мы видим одновременно и жизни почти что, и самих врагов. Но здесь нам нужно как бы перефокусироваться прямо на другой объект. То есть это для глаз это более сложное действие. Не хочется его делать, то есть оно начинает напрягать. Плюс у всех людей разный радиус, сколько они видят в шлеме виртуальной реальности. То есть у кого-то глаза расположены чуть дальше, у кого-то чуть ближе, и за счет этого они ближе дальше к линзе, и он видит либо больше дисплея, либо меньше дисплея. Никогда неизвестно, сколько точно дисплей видит игрок. На каком тогда месте ему позиционировать интерфейс? Ну, можно, конечно, калибровать для каждого игрока. Тоже не подходит, потому что сегодня мы шли на деле так, сегодня так, сегодня так, и чуть-чуть каждый раз он плывет. И если элементы будут привязаны к какому-то конкретной точке, то будет дискомфорт. То есть у нас мы там резко повернули головой, у нас с ним чуть-чуть съехал, на картинке в целом это никак не отражается, а на интерфейсах тоже поехали. Неудобно. Класс! Это получается столько нюансов, что по сути эта разработка вообще Альдорадо. Все заново снова изобретается, заново учишься ходить. Эпоха первичного накопления кип-капитала, когда еще не все разрыто, и да, валяется просто здесь, бери в любом месте, ты делай. Кстати говоря, в Майнкрафтах, в Чиквестах, историях, давайте поговорим о такой штуке, очень популярной сейчас теме, о применении виртуальной реальности помимо игр, но можно и с игровыми механиками. Единственное, сразу же говорю, о порнухе говорить не будет. Хотя это очень интересная область применения, это крайне необычное ощущение, сразу так могу сказать. Я помню, когда был на Е3, самая большая выставка в году, которая проходит в Лот-Анджелесе, летом, там был стенд Ноти Америка. Ноти Америка это такой специальный разработчик, который разработчик. Специальная студия, скажем, которая снимает кино для как раз вот этого. Знаешь, люди выходили с очень стеклянными глазами туда, во-первых, очередь была больше, чем на Хейлоновой смотреть, а во-вторых, люди выходили несколько такие вот стекляневшие, как будто они чем-то занимались очень важным, их прервали в какой-то момент. То есть, явно работает. Вообще, в 360 видео, когда мы снимаем на 360, есть проблема с режиссером. Где ему стоять? Где стоять оператору? Где располагать освещение? Ну что же, это все эпоха дронов должна нам будет уже решить. Возвращаемся к театру. Заранее отрепетировали. То есть, заранее все нужно отрепетировать. Освещение. В театре так или иначе свет хоть с одной стороны можно подать. А тут? Слышишь, у нас такой театр-арт-деко, короче, когда рабочие сцены ходят прям по сцене во время спектакля, это считается нормально. Возвращаясь к порнографии, на самом деле нет. Смотрите, у меня сейчас был просто поражен роликом, да и не я, там еще, по-моему, полмиллиона человек, которые его посмотрели в интернете. РЖД, где-то у себя внутри, совершенно не анонсируя, сделать симулятор путевого обходчика. Это действительно сделано было для того, чтобы тренировать путевых обходчиков. Гораздо проще его прогонять 10 часов, чем на местах с ним работать, хотя работа достаточно ответственная, сложная. Вот что вы про это думаете? Шикарно. Мне кажется, это шикарно. Но это как и в случае с людьми. Многие вещи становятся гораздо дешевле, делать таким образом через виртуальную реальность. Дешевле, безопаснее, комфортнее для всех. Замечательно. Пусть будет больше таких инициатив, мне кажется. Я бы тут хотел еще добавить с точки зрения образовательных именно для школьников целей. Есть программка Valve LabVR, по-моему, называется. Это вот как демонстрация возможностей. Если вы купили шлем, то, соответственно, ставите ее, смотрите, что вообще можно в виртуальной среде делать. И там такие классные действительно демки, очень хорошо сделаны. И одна из них есть с нашей солнечной системой. Посередине солнца. Мы оказываемся недалеко от него. Вокруг него крутятся планеты. Они крутятся не на реальных расстояниях. То есть пропорции более-менее соблюдены и размеры планет соблюдены. Относительно друг друга. И мы можем подойти к Юпитеру. Взять его так, джойстиком. Юпитер. Большой. Кинули в Солнце. Подошли к Земле. Где же Земля? Где же Земля? Она между пикселей скрывается. Вот она. Взяли ее. Вот она Земля. Кинули в Солнце. И мы запомнили на всю жизнь, что Юпитер большой по сравнению с Землей. И насколько он больше. Ни один учебник, ни одна иллюстрация никогда нам не даст, по моему мнению, такого погружения, такого ощущения, какого соотношения вот эти размеры. Пока мы действительно их не взяли и не кинули в Солнце. Вот. Любые другие вещи, которые визуализируются, которые имеют какие-то аналоги в 3D, если с ними можно попробовать взаимодействовать, если можно увидеть их действительно, как вот они созданы. Даже вот этот вот тренажер для РЖД. Мы один раз увидели, что у нас будет коробка, она располагается на таком-то расстоянии от железной дороги. То есть все расстояния человек запомнил. Он запомнил положение относительное. Чем больше элементов мы там учтем, тем больше он их воспримет, и тем легче ему будет потом уже в реальном месте. Например, как это можно еще использовать? У нас есть какое-то массовое мероприятие на несколько миллионов человек. Например, на стадионе тысячи людей собираются. Симулятор ОМОНовца. Я придумал отлично. Как вариант. Куда пряж алкоголь с абониром? Вот это классно. Ну, не совсем так, но с другой стороны, у нас есть гигантский стадион. И не все. И нам нужно обучить персонал, который вот, например, мы приглашаем на это мероприятие, и он вообще не знает, что это за стадион, какие там ходы есть, куда, как. Мы можем показать ему миллион карт. Разные срезы. Можем показать ему, что ты будешь стоять вот тут, вид сверху, а допустим, человек не воспринимает карты, он ничего не понял. И какие-либо пути, эвакуация, например, чтобы можно было там в экстренной ситуации сразу же среагировать. Какие-либо там логистические процессы, да, что люди проходят сюда, потом мы перенаправляем поток сюда. Они все на словах. А если мы создадим виртуальную сцену в 3D, человек надевает шлем, он, а, вот, я буду стоять рядом с большой стеной зеленого цвета. Все, я запомнил. Ага, тут будет кнопка. Ага, эту нажимать, эту не трогать, например. Тоже понял. Все, в принципе, как бы он своей задачей уже понял, что ему нужно будет сделать здесь. Пути эвакуации. А, вот здесь вот лесенка проходит, так, я могу сам по ней попробовать пройти, при помощи режима телепортации в виртуальной следе. Я, в принципе, запомнил. Потрясающе. То есть, люди обучились буквально-таки за какие-то считанные минуты, реально не выходя на сам объект, они поняли, что, как, к чему. Это потрясающе. Класс. И так во всем. Если раньше говорилось, что картинка стоит тысячи слов, то теперь можно говорить, что одно погружение в виртуальную реальность стоит тысячи картинок. Абсолютно верно. Так, вот тут нас, кстати говоря, в комментариях, я, кстати, напоминаю, что можно комментарии оставлять, там вопросы задавать, разразилась такая дискуссия, я даже сказал. О! Ну, как дискуссия, конечно, сильно сказано, тем не менее, люди обсуждают, люди говорят. Вот что, самый крутой вариант решения с интерфейсом, на этот взгляд, это как у военных летчиков, сделано в шлеме. Но тут же и поправляет его другой человек. Говорит, но военный летчик, он все-таки худо-бедно в одну точку смотрит, а если на головы вертеть? От правила игры зависит. А так, из прикольных моментов интерфейса, просто, чтобы вещь, которая порадовала. Например, как сделать выход из игры. Не то, чтобы он сейчас в VR особо нужен, ты просто снимаешь шлем, и вот ты уже не в игре. Но, есть чуваки, подзабыл, что за проект, но у них такой юмористический проект, ты берешь хот-дог, откусываешь от него один раз, и он предлагает тебе, вы уверены выйти, что хотите выйти? Откусываешь второй, съедаешь хот-дог, вот ты вышел. Другой подход совсем. Или стрелил в себя, миссия закончилась. Ну, вот у нас такой тоже вариант есть. Нет, это очень хорошо, конечно, стрелит в себя, но, что об этом скажет Мизулина? Так, знаете, что у нас тут? Так, давайте побольше про разработку технических деталей. Валерий спрашивают, какой язык программирования нужно? Понятно, что это классический вопрос, просто это уже у нас, по-моему, четвертый или пятый даже технострим на тему видеоигр, и вот всегда появляется обязательно группа людей, может быть, это одни и те же люди, которые говорят, что ребята, я знаю, что игры очень крутые, я знаю, что надо языки программировать. Ты какие же? И все по-разному говорят, самое главное, конечно, всех там по-разному. Для старта изучать языки программирования не надо. Это правда. И это еще раз на секундочку говорит ведущий программист виртуальной реальности компании игр Мэйлы. Все очень просто. Тоже можно изучать. Да. Все очень реально просто. Надо зайти на сайт Unreal Engine 4, скачать его, поставить последнюю, бесплатно, бесплатно, да, прям вот зайти с регистрацией, правда. Но без SMS. Но без SMS, да. Вот, скачать, поставить его, создать новый проект, выбрать VR. Там есть уже готовый шаблон. VR разработчик. Да, все, VR проект создан. Нажать кнопку play, ну, то есть там надо подсоединить устройство, там настроить его, это несложно. Там next, 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 там как бы графические все инсталляшки, все это управление легко. У нас запускается наш первый VR проект. Мы в нем там что-то попробовали, поделали, походили, там уже есть функционал-то, то есть уже там базовые вещи есть. Затем, если мы хотим добавить собственный арт, ну, например, мы хотим посмотреть какой-то трехмерный объект, который мы скачали в сети в VR. Допустим, у нас есть такая 3D-модель. Вот, заимпортить в движок в принципе ее несложно. То есть мы берем вот эту трехмерную модель, импортим ее, поддерживается там формат FBX, это такой распространенный для 3D-моделей. Если там нужен трехмерный редактор, чтобы там сконвертить из какого-то другого, то можно использовать Blender, он тоже бесплатный, доступен в Steam. Импортим движок, накладываем текстуры, ну, посмотрим пару туториалов, естественно, да, ну, чтобы как бы ознакомиться с функционалом. Запускаем Play, и вот наша трехмерная модель внутри. Все, мы посмотрели. Теперь мы хотим заставить, например, чтобы мячик сверху спаунился, появлялся и падал вниз по физике. Тоже не вопрос. Мы создаем вот этот трехмерный шарик, ну, просто можно сферу взять, раскрасить ее в какой-то цвет. Делаем на нее блюпринт, это такой специальный элемент в Unreal Engine. И дальше при помощи визуального программирования, ну, то есть, мы блоки соединяем. Ну, то есть, у нас есть на Begin Play, то есть, когда создался объект, мы добавляем то, что мы хотим дать ему какой-то импульс физически, добавить импульс. В эту сторону, в эту сторону импульс добавили, все, Play, он улетает. И вот ты уже унит-разработчик. Точнее, унит-разработчик. унит-разработчик. То есть, при помощи блюпринтов можно собрать большой проект. Есть, например, там нарекания о том, что производительность блюпринтов не очень высокая. Да, есть такой нюанс, но все зависит от того, какой геймплей мы строим. То есть, если у нас геймплей сильно завязан на всякое сетевое взаимодействие, у нас есть много логики со всякими ресурсами, всякий сложный крафт и прочие вещи, то на плюсах Unreal Engine на плюсах. Поэтому, если мы делаем игру на языке именно программирования, то нужно будет C++ изучить и на нем писать. Да, сложные вещи лучше делать на плюсах. Но если у нас нет ничего потенциально сложного, то есть, мы не итерируемся в цикле на каждый кадр тысячу раз по тысячам объектов, нет смысла. То есть, блюприты вполне производительные, скорость достаточная. Второй вариант. Можно зайти с точки зрения Unity. В Unity также можно легко собрать сцену, зайти в их Unity Store, накачать различных готовых объектов, запустить игру. Без программирования мы запустили, также поставить трехмерный объект, увидели его. Но здесь следующий этап, если мы хотим дальше создавать уже какую-то логику внутриигровую, то нам потребуется изучить язык программирования C Sharp. Там есть вариации, то, что можно на JavaScript писать, но я бы не рекомендовал, потому что даже для новичка это сильно запутает, его будет много проблем, будут различные технические баги, ошибки, эроры, и разобраться в них будет сложнее, если это делать на C Sharp. То есть, немножко на C Sharp нужно больше разобраться, но зато потом уже значительно легче. Это для тех, кто хочет изучать язык программирования. Но, опять-таки, повторюсь, можно и без него. Как кто-то из наших прошлых гостей озвучивал, да потом языки выучить, сначала Unity выучить, языки уже потом придут, давайте. Тут прям вот человек с серьезным таким вопросом пришел, а на стреме уже была озвучена политика Mail.ru Group и VR, интеграция с Game Center. Ну, короче, ребята, все это, конечно, гораздо проще звучит, какая политика? Mail.ru Group, большая компания, большая компания, разработчик-издатель, оператор игр и так далее, и так далее, естественно, смотрят на одну из самых перспективных областей разработки в наше время, на VR. Соответственно, Максим и Дмитрий, люди, которые стоят буквально во главе вот этого самого эшелона, мчащегося вперед в нашей компании. Поэтому, если их проект будет очень клевый, я думаю, что политика Mail.ru только расширится в отношении VR. Он выходит в Steam и Oculus Store. Это анонсировано. А подожди, а дата? В этом году. Да. А, понятно. Анонс в этом году Steam, Oculus Store. Это все, заанонсирована публичная информация, будет так. Класс. Так, ну что ж, наверное, я думаю, пора уже нам потихоньку сегодня завязываться. Как раз у нас вышло время. Вопросы вроде интересные ответили. Ну тут уже, понимаешь, когда у людей идет дискуссия без нас, я так понимаю, что в принципе наша миссия, да, уже... если мы прекратим стрим, у них дискуссия закончится. Надо держать. Так, надо держаться. Ну что ж, давайте анекдоты. Вот. На самом деле, спасибо вам огромное. То есть, наконец-то, мы сегодня озвучили основные вещи про VR, рассказали уже людям, наконец-то, чем VR и HR плетя. На самом деле, не особо ничем. Это VR-шлем, можно вот глаза вот только здесь рисовать. Кстати, суперразвлекуха сейчас на Западе, вовсю продаются вместе с Oculus'ами. Больше всего уходит второй аксессуар, который есть, это наклейка с возможными глазами, короче. То есть, вот ты вот знаешь, кто-то по комнате ходит еще с таким глазюком. Вам тоже рекомендую. Вообще, мимо вас все будут бегом проходить тогда. И так страшно, когда кто-то машет руками. Итак, сегодня у нас были ребят совершенно замечательные Максим Пистун и Дмитрий Трубитцин. Это, соответственно, ведущий VR-программист компании Mail.ru Group и ведущий VR-дизайнер. То есть, как мы сегодня выяснили, и программирование, и дизайн, VR-это абсолютно новая территория, это инкогнито. То есть, люди буквально сейчас открывают нам новый континент, смотрят, испытывают и ставят какие-то опыты. Ну что ж, пожелаю вам, ребят, удачи. Invaders, короче, очень клевый, я вот честно могу сказать. Это несколько, может, мавитон ругать, собственно, и там игры компании. Но это одна из немногих игр, которые ты действительно запускаешь сразу и такой не... Так, ну сейчас будем разбираться, где-то клево, а такой, ух ты, ёпперс, это классная вещь вообще, дико вам желаю удачи, короче, с ней. Вы уж ее точно, думаю, заслужили, как такие вот передовики, короче, и первопроходцы нового направления. Ну что ж, еще раз, значит, у нас тут был в эфире технострим про игры, в следующий раз мы снова будем говорить про игры. В гостях у нас были Максим Пистун, Дмитрий Трубицын.